ну что все приветствую господа перевозчики за моей спиной мой новый камаз которым я рассказывал в предыдущем видео и я его все-таки взял да знаю много ваших комментариев было владимир не бери дорого не выгодно и так далее спасибо ребята что все-таки болеете за меня пишите нормальные комментарии я как бы для этого я и снимаю для вас вот эти вот видео чем ребят целый месяц у нас прошел с того ролика целый месяц я был в раздумьях безусловно то есть затем на тех условиях которые мне были предложены по 37 процентов годовых я машину эту не взял мы расторгли договор с предыдущей лизинговой компании и и заключили с новой но хрен резьки не слаще есть такая поговорка и в новой компании конечно же было дешевле примерно график на пять лет на 2 миллиона разница до 2 миллиона рублей но годовые проценты если вот так вот читать ну как кредит то есть эта машина сейчас не встает где-то 30 с половиной процентов годовых 30 процентов годовых ребята для того чтобы понять вообще что это за сумма с миллиона примерно до в год переплата по 300 тысяч на то есть вы понимаете как бы серьезность этой суммы то есть если я беру кредитных денег 5 миллионов за 5 за 5 лет я отдам 10 миллионов за эту машину эта машина мне станет 10 миллионов рублей в 2020 году надеюсь если мы доживемся до этой даты ладно ребят конечно это безусловно грустно все это время как бы события тут развивались в мире в россии не было время подумать как ты маленечко эмоции сошли ну и самое главное почему я все-таки решил взять эту машину потому что цена новой такой же машины уже 7 миллионов рублей да мне она еще досталось это 5 и 7 5 и 8 цену лизинга мне подняли но цену машину не подняли потому что эта машина была сделана ну как бы только для меня вот это как бы единственная наверно мотивация которая меня позволяла это купить но это конечно не вся мотивация ребята самые главные мотивации как вы знаете на этой машине очень много импортных компонентов за которые я и люблю эту машину это движок каменс коробка zf которые как вы знаете уже навряд ли будут в ближайшее время ставится на эти машины скорее всего вот это вот ну последние машины которые сейчас продают за бешеные деньги вот эти вот не совсем наверно добросовестные дилеры вот а это последняя машина камаз официально не высказался еще по этому поводу вообще как бы они какой-то ну молчание проявлять то есть какие-то новости тут там то евро 2 будут стоять то вообще ничего не будут то вот такие вот к 3 кабины будут ставить как бы информации нету такой прям чтобы жесткой понимать то я думаю они сами не знают вообще чем делать и как им быть вот ну всяко что уже такой комбинации движок каменс коробка zf навряд ли мы увидим в ближайшее время но эта информация как говорится не официальная так что вот но наверное вы все умные люди понимаете что так скорее всего и будет я раз такая у нас петрушка пошла поэтому я как бы решил брать потому что ну я за это только любил свою машину и соответственно ездить на евро 2 движки вот с этими камазовскими коробками ну я думаю наших водителей в ближайшее время не заставишь но все зависит как говорится от уровня жизни который нас будет ждать если будет нужда в работе зарплате то конечно же на любой будем работать вот ну как так как еще парк нашей россии еще переполненный я думаю года два три таких кардинальных подвижек не будет вот но мы говорим про нашу работу по межгороду если где-то это по городу какие-то коммуналщики там госзаказа им и таких машин хватит но у нас конечно по межгороду другие условия другие правила и нужна надежная машина да ребятки также я слышу часто ваши комментарии владимир да тут все тут и это плачь нож так далее все нормально машины берешь значит деньги есть значит зарабатываешь для таких вот комментаторов я вам скажу ребят а вы помните мой ролик про ман буквально прошло два года и четыре месяца этот камаз стоит столько же сколько ман ребята который ман тгx полуприцеп фура понимаете ну башка точнее ман и камаз 4308 но это где вот небо и земля понимаете 2019 году в конце декабря я его купил это было там 5 и 9 или 5 8 миллионов и камаз стоит столько же самое главное лизинговый платеж одинаковый за эту машину 158 тысяч в месяц я должен платить так же как и за ман я плачу вот но за ман только за голову а здесь полностью за машину вот еще не пяти лет так что за те машины камаза которые я покупал двадцатом году когда у нас был этот коронный кризис я плачу семь 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 восемь разница практически сотка сто тысяч рублей как вы думаете сможет ли эта машина заработать такие деньги ну если у вас работает водитель еще и вы ему платить зарплату ответ конечно же нет почему потому что но вы понимаете рынок грузоперевозка сейчас просто ужасный вот этот месяц ставки все ниже 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 падают и я конечно смотрю на эту машину часто думаю где мне взять такую работу чтобы заработать хоть на лизинг я прибыли вообще не разговариваю чисто работа на лизинг в ноль какое-то время ребят пока ставки не поднимутся а когда они поднимутся дождем уже десятилетие сегодня никак не поднимать но сейчас реальная возможность будет подняться ставкам в связи с тем что если не будет новых машин то на рынке у нас как знаете но очень количество машин переполнено соответственно ставки будут подниматься только да когда будет меньше машин так что вся эта ситуация возможно даже к лучшему возможно рынок очистится возможно будем как-нибудь нормально работать вот особенно мне нравится когда я слышу где-то по телевизору говорят что тут ну цены растут в магазинах потому что логистика дорожает до или перевозки это полная брехня но сейчас ставки наоборот падают и драчка прямо за погрузки началась но не исключено ребята сколько встало заводов там ну предприятий не работают там закрылись куча магазинов которые там мы возили там одежду там еще что-то ну безусловно работа стала меньше тут даже вообще не о чем разговаривать на все это понимают так что ребят вот такая вот ситуация но тут как говорится отчаиваться не надо у меня есть другие машины которые ну сейчас работают так скажем в плюсы и которые будут соответственно тащить вот этот наш новый камаз еще одна причина почему я все-таки решил взять камаз то ну в нашем бизнесе в грузоперевозках по межгороду машины сильно ухайдаковаются да если допустим фура там может быть за пять лет миллион километров накатать и она принципе нормальный без особых вложений то наша молотонажка она умирает намного быстрее до камаз он пять лет принципе ходят с горем пополам без капиталки движка даже коробки ну конечно вот эта электрика вся мелочевка делается но движок здесь такой выносливый вот поэтому меня только расчет такой что у меня сейчас машины двух-трех годовал и есть я не буду обновляться что через два года я останусь так скажем с черметом поэтому я все-таки в этом году уже в том в этом с какая-то четвертая машина наверно до которой купленная вот все-таки я думал что поэтому я решил что я все-таки возьму ее и закрою эту тему наконец-то а как будет как будет это реальный бизнес реальные предприниматели ребята вот конечно же многим непонятно почему вот предприниматели говорят одно на самом деле но берут машины говорят все плохо берут машины там какие-то кредиты лизинги многие ну из вас на не знает что такой вот реальный бизнес что это не как наверное вам показывать по телевизору это там красивая жизнь дорогие машины квартиры и так далее то есть к этому нужно еще прийти а чтобы прийти к этому нужно постоянно вкладывать деньги безусловно я там продавал машины да там газоны видели продавать и те проданные газоны деньги они вложены и они до сих пор вот ну вкладываются вот в эти машины допустим аванс на эту машину меня тоже был сколько 700 или 800 тысяч который безусловно я тоже вкладываю с тех проданных машин конечно я хотел бы себе оставить и на себя любимого потратить да есть мне на что подрать но вот учить предприниматель постоянно вкладывать и вкладывать вот и по чуть-чуть собирать если это получится так что ребят не знаю почему пишет такие комментарии по поводу плача не плача это ну реальная жизнь вот ну как увидеть я вот вроде бы как развиваюсь расту вот и кто смотрит ими я уже практически вам буду пятый год снимаю весь путь полезен тяжелый он постоянно нужно вкладывать вкладывать чем надеемся на прекрасное будущее что все-таки мои усилия мне воздадутся и я может быть ладно ребят загадывать не буду я вам просто пытаюсь вот своим языком объяснить почему я так делаю почему я так реагирую и вам рассказываю надеюсь что все таки это будет полезно и вы тоже маленечко будете относиться к пониманию с прик предпринимателем к вашим работодателям что сейчас не простые периоды да и что сейчас ну нужно как-то какой-то консенсус находить и по зарплате и по работе и вместе работать потому что только в команде возможно пройти ту ситуацию которая сейчас развивается так скажем экономическую ситуацию поэтому я вам говорю что не все так хорошо как кажется и покупка вот этих машин это еще ни о чем не означает за них еще нужно выкупить их и заплатить и этот марафон пять лет не каждый человек сможет пробежать но я буду пытаться ребят про команд все таки вам ну стандартная машина как я вам рассказывал комплектация и все такое вы уже сто роликов у меня наверно каналики посмотри на канале посмотрели вот все то же самое рабочий камаз все как обычно желтый цвет как он мне уже надоел конечно но за ними и другим вариантов покраски походу нету так что ребят прошу отнести к моим словам не как мотивирующим роликам я вам наоборот сейчас скажу сказать что сейчас ну машину не стоит покупать ни в коем случае да потому что бешеная цена которая дилеры выкатывают она конечно взята с воздуха она накручена с их не маржой они пользуются вот этим вот авралом ну и 30 процентов годовых если переводим мы на кредитные деньги это конечно не подъемная ставка такой работы нету чтобы окупить машину вот в нынешних условиях вот это только машина работает на дотации если у вас несколько машин и которые будут все это дело финансировать чего мы все ждем до что на рынке много видите частников и компании да и все с друг другом тут ругаются крупные говорят частники ездят за копейки потому что машину них дешевые и они сами ремонтируют частники говорят что за смысл нам платить лизинг вот эти конские деньги банку мы лучше будем сами потихоньку ездить и вот с такими работодателями не связываться вот так что вот видите у каждого своя правда но безусловно все это почувствовали уже повышение цен на запчасти запчасти на камаз выросли уже x2 если не больше даже где-то x2 с половиной вот но это уже тема другого ролика я вам обязательно расскажу но сейчас все-таки у нас положительный будет ролик да мы все-таки купили новую машину вот это вот такое чувство приятной покупки новой машины как ты едешь есть тут так вот запах такой пластмассы свежий он все-таки какие-то положительные эмоции навевает хоть пусть даже эта машина дорогая да ну все я для себя решил что на данный момент за данные цены за данные условия машин больше брать не буду даже если там они будут какие-то ну как вы знаете сейчас очень практически нереально купить новый грузовик хоть камаз про иномарки я вообще может молчу с иномарками там отдельной попе вот на и на этом все покупки мои состоялись в какое-то время пока эта ситуация не изменится ну и вам я конечно особо советовать не буду лезть сломя голову так вот и брать надежде того что через полгода через год все наладится и ставки подымс нет это будет еще период долгий где-то два-три года я думаю будет он длиться до тех моментов пока не скатаем старые машины все дружно не пересядем на новые в новые условия на новые ставки на новые условия договоров на новые цены на запчасти ноги еще даже этого не знают к сожалению что что-то поменялось поэтому они узнают да кстати сейчас участились ну это связано с нашей молотонашкой у нас период замены машины это 35 лет и она превращается просто ну дрова на фурах там они еще ресурсность побольше но современные фуры они уже тоже не обладают таким ресурсом как раньше да мне вот сейчас стало много поступать очень звонков по работе водители звонят в основном из водителей звонят много звонков водители звонят с газонов next сейчас 22 год значит уже был обильный бум покупки это 17 18 год когда машина стоили копейки ну и соответственно к 22 года они уже так скажем их и скатали себя и начинается просто дикие поломки которые раньше решались да там копеечными запчастями но с нынешними ценами уже ремонт встает в копеечку здоровый кто-то продает очень много там хозяева в основном продают либо уже просто машина так разваливается что невозможно с ней есть на межгород на дальние расстояния соответственно у людей нет там пробега нет зарплаты и вот они начинают искать другую работу я это конечно же предвидел и вовремя избавился от этих чудо автомобилей вот на более так скажем надежные камазики но так как газонов очень много выпустил газон принципе это вот реальный конкурент нашему камазу то есть в одной одни заказчики один примерно одинаковый ценовой сегмент да кстати газона знаете что сейчас стоит чуть ли не шестерину я как увидел чуть не упал вот и поэтому мы вот так конкурируем наших заказчиков я и приезжаю на погрузку и газончики вот но у меня расходы больше по топливу это по прожорливо по стоимости тоже камаз дороже но вот что имеем то имеем ладно ребят долго не буду затягивать все одно и то же вам уже рассказываю в общем взял я камаз запускаем эксплуатацию посажу все-таки на своего водителя с какого-нибудь камаза чуть постарее потому что дорогая техника и и как бы нужно в надежные руки будем работать будем как бы платить лизинг ну и буду я вам рассказывать как у меня это получается ну раз на man два с половиной года плачу то я думаю этот вы выкарабкаемся самое главное сейчас сейчас будет у перевозчиков такая игра на выживание такой вот марафон кто останется в нем кто сохранить свои машины в ходу тот безусловно будет на коне после всего этого всей этой ситуации те конечно будут и работать то что ребят кто говорил что монополизация рынка наступает и будет она да она уже наступила то есть простому человеку частнику сейчас взять новый грузовик нереально нереально от слова вообще так что вот так вот делаются крупные компании свое время первые командики я брал за 2300 пять лет назад понимаете да я взял всего два а если бы 20 тогда был бы другой результат ну тогда я боялся впрочем как и сейчас это чувство меня не покидает но я верю ребята что все таки мои труды мне воздадутся мой риск мои старания вот это моя работа если вы смотрите мои ролики наверно вы ни разу не видели что я когда-то куда-то ездил отдыхать что-то все там покупают такие дорогие вещи все я вкладываю работу и мне потихонечку надеюсь что это вернется ладно ребят спасибо что смотрите спасибо что ставите комментарии так что поддержите меня лайкой поддержка ваша очень нужна и напишите комментарий вот но мы прощаемся с вами до следующего ролика про камаз всем спасибо всем пока